Первый международный фестиваль для детей и юношества «Дружба», который был посвящен творчеству великого эстонского певца Георга Отца. В этом году исполняется с 95 лет со дня его рождения. На конкурсе побывала наша сверочная группа. Международный открытый конкурс проходил в Таллине. Три дня практически полностью был посвящен творчеству великого эстонского певца Георга Отца. 20 марта исполняется с 95 лет со дня его рождения. И впереди столичных жителей и гостей. Города ждет еще немало интересных мероприятий в его честь. Открытие фестиваля состоялось в доме Хопнера на Ратушной площади. И по словам организаторов, имя Отца до сих пор широко известно за пределами Эстонии, в том числе в России. Где Георг Котс до сих пор является примером для подражания для юных вокалистов. Кстати, на данный момент рассматривается и возможность поставить памятник певцу в России на деньги меценатов из Эстонии. Правда, до сих пор неизвестно, пойдет ли окончательный выбор на Санкт-Петербург, где Отца родился и многократно выступал. Или для монумента будет найдено другое место. В рамках фестиваля в Малом зале Русского культурного центра прошел конкурс молодых вокалистов возрастной категории от 8 до 22 лет. Лауреатом первой степени стал москвич Даниил Марахин. Я очень люблю творчество Георг Котса. Я его поклонник и постоянно слушаю его произведения эстрадные, оперные и разные другие. Для меня это очень большая честь присутствовать здесь на его родине и участвовать в этом конкурсе. Председатель жюри Айварс Крансманис, приехав в Тарлин из Лиги, является солистом латвийской национальной оперы. А с 2012 по 2014 год преподавал в Эстонской академии музыки и театра. Он отметил, что стремление молодых людей к опере могло бы быть более сильным, но интерес перебивает эстрадное шоу. Именно поэтому такие конкурсы необходимы для юных исполнителей, чтобы они могли не только проявить себя и представить свой талант широкой публике, но и получить своего рода мастер-класс и повышение профессионального уровня. Каждый конкурс, но все равно такое название, все просто же красивое название «Дружба». И это опять новые контакты, новые впечатления, да. Это для каждого участника, это почти что опять какое-то повышение квалификации. Это, ну, для меня это было, да, вот, когда я участвовал в конкурсе. Каждый конкурс для меня хорошая школа. В рамках международного открытого конкурса «Дружба» в церкви Пыгова ему также звучала музыка 16-го и 17-го веков. В фестивале участвовали и гости издалека. Самые дальние из них – солисты из Казахского театра оперы и балета города Шимкент. Россию, где он всегда был популярен, представляли солисты Московского театра имени Прокофьева и театра Амадей. Торжественная церемония награждения и гала-концерт прошли в концертном зале Калиорского дворца. Елена Соломина, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!